Отныне патрулировать государственную границу будут не только пограничники, но и нацгвардия. В Черновицкой области стартовал проект оперативной отработки на украинско-румынском кордоне. Как работаешь о военном и успели ли уже поймать контрабандистов, выясняли наши корреспонденты. Село Селятин не только самый холодный населенный пункт на Буковине. Средняя годовая температура всего около 6 градусов. Именно здесь, в горах, полным ходом процветает контрабанда. Ведь до украинско-румынской границы всего несколько десятков метров. Желающих незаконно подзаработать, пограничники ловят регулярно. В Румынии контрабандисты в основном доставляют сигареты. При этом ведут себя агрессивно, рассказывают пограничники. Нередко, чтобы остановить дельцов, приходится использовать оружие. Но и это не всегда помогает. Справиться с контрабандой отныне пограничникам будут помогать нацгвардейцы. Правой руч, охрана державного кордона, кроком руч. Их два десятка. Отдельная горно-патрульная рота нацгвардии в Селятин прибыла из Ивано-Франковска. С собой привезли квадроциклы, чтобы патрулировать было легче. И даже снегоход. Данный снегоход залучается щоденно на службу. Щоденно выезжаем, мы его залучаем щоденно. Швидкость руха он развивает достаточно. Скажем так, 80 километров за год. Это больше, чем достаточно в герской местности. Работают вместе, отдыхают тоже все. Военные успели уже и подружиться. Постойно что-то трапляется. Постойно. Специфичный отдел, если есть какой-то случай, или нет информации, что может что-то трапиться, высуивается жопа, резерв. Пограничники такой подмогой довольны. Рассказывают о первых результатах совместного патрулирования. Помогать пограничникам нацгвардейцы будут постоянно. Каждая рота будет проходить ротацию. Их периодически будут менять. Ольга Теребинская, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер, Черновицкая область.